Навроз у всех нас ассоциируется не только с обновлением природы, но и с созиданием. Уже по сложившейся традиции к этому доброму празднику приурочивают в эксплуатацию новых объектов. В целом по стране возводятся различные сооружения, жилые дома, предприятия, медицинские и образовательные учреждения, спортивные комплексы, широкие дороги, современные путепроводы, парки и аллеи. Благоустроительными работами охвачен и Юкоры-Черчикский район столичной области, где, к примеру, за короткое время, а точнее за 8 месяцев, ветхое здание превратилось в современный дворец культуры. Совсем скоро в нем будет сформирована театральная группа, откроются различные кружки для молодежи. В районе был реконструирован и возведен еще ряд объектов. Все подробности у Шухрата Шакирова. Субтитры создавал DimaTorzok Чистые помыслы, рождая благие намерения, впоследствии дают импульс поступкам, которые словно ручейки создают единую волну созидания. На ее гребне сегодня, в частности, и Махалинский сход граждан Гулистон Юкоры-Черчикского района Ташкентской области. К примеру, на основе поручения руководителя страны в короткие сроки, ранее пребывавшие в плачевном состоянии ветхое здание превратили вот в такой прекрасный дворец культуры, межнациональной дружбы. На строительно-ремонтные работы ушло около 8 месяцев. Объект своими красками радует взор. А ведь совсем недавно положение было действительно удручающим. А население жило ностальгией по тем мероприятиям, концертам, которые проводились в старом, построенном еще в далекие 60-е прошлого столетия клубе. В свое время это село посещали первый космонавт Юрий Гагарин, другие видные политические и общественные деятели. Все это питало лишь память, а клуб постепенно принимал заброшенный вид, теряясь во времени и атмосфере безразличия. Представители различных национальностей 30 лет жили мечтами о воссоздании былой атмосферы культуры и искусства. Потому и обратились в виртуальную приемную президента с просьбой реконструировать сельский клуб. После чего летом прошлого года здесь приступили к основательным работам. И вот в короткие сроки данный объект засиял, излучая свет дружбы и тепла, надежд многонационального населения Махали. При входе установлены скульптуры двух львов, а ландшафтный дизайн поражает своей утонченной изысканностью и своеобразием. Бьют ключом маленькие фонтаны. Сохранили олицетворяющие светлые стремления сельчан к просвещению единству узоры, солнце и звезды на передней части здания. Это место мне знакомо еще с 60-х годов, когда был заложен фундамент этого здания. В то время очень сложно было завершить строительство монументального сооружения. Но, несмотря на сложности, объект был сдан в эксплуатацию. При его открытии участвовал тогдашний руководитель нашей республики Шараф Рашидов. Здесь был космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Несколько выдающихся поэтов читали свои стихи. Люди были переполнены эмоциями. К сожалению, в последние годы наш дворец, который был центром притяжения граждан, пришел в упадок. Но вот сегодня в него вдохнули вторую жизнь. Дворец преобразился полностью, стал красивее в 10, в 100 раз и готов служить народу. От такой новости все жители нашего района, и стар, и млад, безумно рады. Глава государства уделяет огромное внимание развитию сферы культуры. А для воспитания нашей молодежи очень важны такие объекты. И вот теперь у нас в стране открылся еще один современный дворец культуры. Не менее красиво выглядит и внутренняя часть дворца культуры из двух частей, в фойе которого представлены редкие фотоснимки, повествующие о прошлом культуре, обычаях и традициях представителей различных национальностей, портрета тех или иных местностей нашей страны. Нетрудно уловить сильную логику, содержательность и последовательность, утонченный вкус. А объединяющим стержнем выступает связывающая сила культуры и искусства. Холонна, сияющие солнце над ней и другие узоры будто подтверждают это. То есть каждая деталь, каждый элемент отражает главное – межнациональное согласие и дружбу. А как выглядит зрительный зал на 400 мест? Просто загляденье. Что примечательно, во время строительно-ремонтных работ сохранили и воссоздали условия для представлений, сочетающих в себе самые тонкие грани и высокое мастерство национальных и академических танцев, балета и других выступлений под звуки симфонического оркестра. Совершенно новый вид приняла оркестрова яма. Отметим, такие творческие возможности имеют считанные театры республики. А в Ташкентской области это пока единственная сцена. Такая сцена – прекрасная возможность для организации гастрольных выступлений известных театральных и музыкальных коллективов с концертами и спектаклями в этом отдаленном селе. Я родилась и выросла в этом районе. Помню, когда была молодой, здесь был построен дворец культуры. Он был очень красивый, проводились концерты, здесь всегда было многолюдно. Но в последние годы дворец пришел в негодность. Реконструкционные работы были начаты в июле прошлого года. Лично по инициативе нашего президента Шавката Мирамоновича сейчас он получил свою вторую жизнь. Огромная благодарность за восстановление нашего дворца. Надо сказать, что имеются все возможности для эффективной реализации выдвинутых главой государства пяти важных инициатив. В частности, для повышения интереса молодежи к музыке, изобразительному искусству, литературе и другим направлениям искусства, раскрытие ее многогранного потенциала, налаживается работа нескольких кружков. Например, представители молодого поколения различных национальностей в свободное от учебы время могут постигать секреты узбекского искусства маком, казахского, корейского фольклора. Также есть возможность одновременно проводить занятия среди более чем 20 девочек по хореографии и танцам. Пять инициатив нашего президента сегодня в действии. Об этом свидетельствует деятельность нашего дворца. Здесь функционируют различные кружки, в том числе по книгочтению, спортивные секции, активно привлекаются к занятиям девушки. В этом районе живут люди разных национальностей. И в этом дворце можно услышать исполнение песен, как на узбекском языке, так и, например, на казахском. Очень завораживают корейские танцы. Ведь у каждого народа есть свое национальное искусство и изюминка. Душа только радуется, и получаешь незабываемые эмоции и впечатления. Совсем скоро ребят привлекут и в кружок драматургии. На первоначальном этапе будет сформирована театральная группа самодеятельности, которую будет обретать в последующем профессиональное очертание, для чего установят партнерские связи с известными театрами столицы. Кроме этого, заработали спортивные кружки по настольному теннису, шахматам, шашкам, фитнес-клуб. Это очень важный шаг в утверждении среди молодежи здорового образа жизни к высоким достижениям на соревнованиях, в том числе международного масштаба. А Центр цифровых технологий создает возможности по эффективному пользованию населением, особенно молодежью, Махали Гулистон, компьютерных технологий и интернета. Наряду с дистанционным обучением, вобравшим в себя крупные зарубежные электронные образовательные ресурсы, можно профессионально заняться киберспортом. Для ребят во Дворце культуры также организовали библиотеку, фонд которой насчитывает более 2000 книг. Это и научные, и художественные произведения. Еще одна прекрасная возможность для полезного занятия досуга. Ведь чтение расширяет кругозор, учит самым лучшим качеством стремиться и достигать поставленных перед собой заветных целей. Пятое направление предусматривает обеспечение занятости представительниц прекрасной половины. На этой основе здесь начинает свою работу кружок по швейному делу. Овладев им, девочки в последующем будут трудоустроены в создаваемых в районе швейных предприятиях. Также налаживается работа учебной комнаты по подготовке молодых людей к семейной жизни. Молодежный приемный, призванный своевременно выявлять и решать имеющиеся проблемы. Квалифицированные психологи, врачи и другие специалисты будут проводить здесь занятия на регулярной основе. Словом, красивый дворец культуры в отдаленной местности Викоро-Черчикского района стал излучать свет культуры и искусства, даря людям порции позитива, наполняя их сердца радостью и чувством благодарности за каждый миг жизни на этой благословенной земле. Напротив, реконструированное здание первого сектора Викоро-Черчикского района, где созданы все условия для работы с населением, приема, рассмотрения и решения обращений граждан. Также реконструкции подверглась расположенная с левой стороны от дворца культуры сельская семейная поликлиника. Тем самым появилась возможность предоставлять квалифицированные медицинские услуги одновременно 500 пациентам. Резко повысилось качество работы. Отныне отпадает надобность ездить за лечением в районные или областные центры. Выехав из Гулистана, стали приближаться к райцентру и остановились в Махале-Тфок, где возведены новые объекты. На начавшем недавно свою деятельность предприятий Юхоро-Черчик Барака-Чеверлара, в настоящее время трудится более 150 представительниц прекрасной половины. С выходом на полную мощность работу организуют в три смены. Число занятых на производстве достигнет 450. Ежедневный выпуск составит 4000 единиц экспорто-ориентированной тракотажной продукции. Рядом сдали в эксплуатации и новое здание Махалинского схода граждан Тфок. Комнаты ответственных лиц и инспектора профилактики оснащены современным инвентарем. Есть библиотека, созданы все условия для развития института Махали и семьи. Подобная работа выполнена и в новоотстроенном в центре села двухэтажном здании Центра содействия занятости населения, где решаются вопросы трудоустройства незанятых соотечественников. Следующий адрес расположен на подножье предгорья Махаля Янги-Хайот. Здесь недавно построили новую школу и детский садик. Ранее 40-я общеобразовательная школа располагалась в одном из старых томов в трех одноэтажных ветхих зданиях в плачевных условиях. Теперь же вырос современный учебный корпус в два этажа на 176 учеников. Тем самым воплощена в жизнь многолетняя мечта сельчан. Здание оснастили новым инвентарем. По каждому предмету отдельные кабинеты. Завезли необходимое лабораторное оборудование и компьютеры, что расширяет возможности по организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне. В аварийном здании вела свою действенность и 66-я сельская семейная поликлиника в Махале Гульбох. Недавно она продолжила свою работу уже в новом, со всеми необходимыми условиями. Медучреждение рассчитано на 150 посещений и охватывает более чем 18-тысячные населения. Установили новый УЗИ-аппарат, электрокардиограф, лабораторное и другое оборудование. Начала работу и скорая медицинская помощь. Знакомясь с новыми объектами, не заметили, как наступил вечер. Возвращаясь назад на миг, остановили свой взгляд на дворце культуры в Махале Гулистон. Его вечерний наряд еще прекрасней и величественней, как и само стремление сельчан к достойным условиям жизни. А она меняется на глазах, придавая еще больше сил и энергии, укрепляя веру в свои силы и возможности, веру в государство в завтрашний день.